Друзья, очередная рубрика «Рассказы от Маши». Она приехала с Ухума, пока тут занималась своими делами. И она хочет рассказать, с кем она ехала. Я ехала вперёд, заступила в тачку. У Фирек стояла очень долго. Думаю, как так? Почему нету тачек? Так я делала капюшон. А, в капюшоне не стояла. Потом сняла его. Потом на солнце вышел. Сейчас я замерзла на улице. Вообще сегодня холодно. Останавливается, стучила. Залазила к мужику. И первым делом он начинает с трупками кого-то там орать. И я понимаю, что что с мужиком нет. Оказывается, он, в итоге, это, оказывается, бандюган. Пипец, это такой бандюган. У него, конечно, поляка на пли в Галле. Он без одной ноги. Он весь блатной, короче. Он обдолбанный, короче. Это вообще я, короче. Я, конечно, честно говоря, даже маленько страшно было ехать. Потому что он, мало того, что она агрессивная такой, с кем-то. Потом такой, извини, я просто с одним чуваком. И, короче, в итоге, он сам живёт в Грузии. А сам родился из Галли. Говорит, Галли, мы такие вообще все крутые. Когда нас ни русские не могут, ни авгазцы, ни грузины нас поймать. Ни кто, ни кто сделать не может. Вот. Короче, у меня, говорит, 10 тонн мандаринов в Галли. Приезжай, короче, собирайте, если хотите. Потому что, говорит, мне нахрен они не нужны. Потому что у меня этой конопли, у меня поля растут. У меня, говорит, конопля, да, пальмы. А считаю, вот этот коробочек стоит 500 рублей. Говорит, а ты представляешь, какие-то там... У него хочу бабки вверх, если пипец какие. Я даже говорю, а вас что, местная полиция не шугает? Он говорит, местная полиция ему либо, типа, я говорю, что взятки даем либо из автомата. Вот так по ним, короче, представляешь. Я такая ему говорю, что у меня, типа, друг тоже сидел. Он говорит, что на чём мы сидели? Говорю, на траве. Тоже, типа, на наркотиках, короче. Ну, на траве, короче. А это что, говорит, наркотик? Слушай, да я сейчас под травой, я уже, знаешь, уколица не сижу на траве, короче. Я думаю, героин, там кокаин, колодца. Я такая, говорю, он ещё китайскую соль пару раз употреблял. Он говорит, вот это вообще хрень. Она, короче, вообще мозги взбивает. Лучше колодцы героин, мне такое, представляешь, это рассказывает. А панамные яблоки? И он такой, говорит... Панамные яблоки, колодца не получится, солнышко. А я и поняла по его базару, что он какой-то обдолбанный. И он реально, короче, обдолбанный. Он при этом едет, курит, короче. Вылазит к ментам, а я не видела, что он без ноги-то. Основное местное, он, короче, вылазит. И я смотрю, без одной ноги в него, послушайте, не надо. Он вылазит, короче. И им такое. Что-то там сказанул, короче, они берут у него паспорт. Он так вот схватывает, нахрену, и всё. И в итоге, знаешь, что я в конце-то узнаю? Что за ним полиция гоняет, тоже кучу лет его поймать не могут. А он говорит... Он знаешь, что мне говорит? Что ты сделаешь, что Абхазия? Знаешь, что у нас вообще... Вообще самое начало разговора было. Ты что, ты что не знаешь, что Абхазия это самая наркодилерская страна? Я такая, нет. Я чувствую по его базару, что он какой-то обдолблен, то ли обколотый, то ли что с ним. Так они, подожди, тоже перебью. Они же каждый раз, вот я кого в местных не встречу, они что, закладки делаешь? Такие, ну ладно, ладно, делаем. Они типа, ну такие типа... И, короче, мы когда... Он говорит, что... Он знаешь, что мне говорит? Я говорю, мне надо, короче, в то-то место поехать, там МЧС недалеко. Мне там, говорит, у меня с головой МЧС давно терки. Я уже... Он всю жизнь за мной гоняется. Я говорю, в смысле... Да что, говорит, я что, видела, что Абхазия, это, транзитная страна, но мне, говорит, бабки нужны, что я буду, как жить-то? У меня, говорит, вообще три паспорта. У меня, говорит, есть местные даже поймают. У меня есть российские, грузинские у него и русские. Сам он живёт в Москве. А, номера... Подожди, российские и русские? Не-не, он живёт в Грузии, но у него номера московские и три паспорта. Грузинские гражданства, русское гражданство и абхазское гражданство. Абхазские. Сам он сейчас живёт в Грузии, вся семья в Грузии. Он мне рассказал метод, как можно прийти в эту границу. Он говорит, я спокойно здесь... Я спокойно приезжаю в эту границу, чтобы Галли выращивать плантации этой конопликовой. А это Грузия? Нет, Галлия, это... Это граница с Грузией. Я такая говорю, а как можно в Грузию вообще попасть? Я говорю, вообще никак. Он говорит, ну легально здесь никак. Он говорит, ты можешь наших сделать? Я так свою жену пробую постоянно. Я подъезжаю к границе, и там главное пройти русских. Там потому что грузинская сторона и абхазская сторона неспокойно тебя пропустят, а русские не пропустят. Поэтому я даю взяточку, там мои пацанчики подходят, отвлекают русских, и мы с женой быстренько перебегаем туда, в границу, без всяких печати. Я говорю, а как обратно? Ты чё, какой обратно? Да обратно всё так же, блин. У тебя же не будет никакой печати. То есть приехала в Грузии, потусила, и я обратно, короче, так думаешь, типа, каким это ты мне рассказал? Я говорю, где вы в Грузии живёте? Он мне рассказал, где он в Грузии живёт, какие там. А, я начала, да, с чё, тему-то? А с чё, вон, кстати, тема началась? Ну, ты говори, Горь. С тем, что, чё он сказал-то? А, ты чё не знаешь, что это такая страна, да, ты чё? А, говорит, тут по... Я ещё отсюда, в Россию, короче. Эту, короче, коноплю, он там сбагрит, такие бабки имеют. Мне говорят, нахрен эти мандарины, 10 тонн вон, вон, висит в Галле. Я, а, я ему рассказала, тут такие мастер-еды, мы, говорим, йогой занимаемся. А, в космосе летаете? Я говорю, не-не-не, мы за здоровую, Женя. Что значит здоровую? Чё, хотите сказать, что вы не курите там, не траву? Я говорю, не, мы не курим, мы за здоровую. Да трава, это вообще нормально, короче, ты чё, я к вам приеду, вместе, короче, в космосе полетаем. Ну, если вы, конечно, это употребляете. Я такая говорю, ну, он говорит, с Максимом, может, работу ему найдёте? Он говорит, не, насчёт травы, типа, я вообще ни с кем делал, никаких не имею. Вот. В смысле, ты хотела, чтобы я травой торговал, что ли? Нет, я просто хотела, чтобы ты с ним пообщался. Баста, карабузико. Софьян. Пауза. И он, получается, короче, из Грузии, привозит так себе нелегально жену, мне раскладывать нелегально, можно проехать. И говорит, чё, это, чё мне складывать? Да давай, если хочешь, я тебе помогу через Грузию перебраться, а потом, короче, чё мне складывать? А он, вообще, поехал в Сочи. В Сочи, вообще, без толпы, представляешь, вот на машине, просто за 2,5 часа, может, я. Смотри, в Сочи, короче. Он поехал встречать своих, каких-то, чуваков русских. Говорит, мы, я тут вообще будем куралесить, короче, бухать, и всё такое. И, чё, блин, Дашки меня смотрят. И мне, что-то как-то так стрёмно стало, пипец, в общем, и он обдолбанный, едет такой, прямо вообще, блин. Короче, всё, я, кстати, дорогу ехала, и мне и страшно другой стрел, он реально бандюган, он припец бандюган, он, короче, говорит мне, мы, говорит, в Галле вообще всех полицейских строим, да нам вообще на всех садить, мы вообще беззаконие, у нас не в полной беззаконие. И, говорит, чем дальше в Грузии, это, тут ещё в Сокумии ничего, а чем дальше туда, в Галле, там, говорит, вообще без иконок, там вообще, говорит, беспредел творится, и мне что-то даже так стрёмно, страшно, я говорю, а мы типа все эти, среды, нам надо мандарина, он такой, говорит, да приезжайте, я к вам, хочу, как-нибудь поеду со своей женой на источники, к вам заеду, в космосе полетаю, скажу, где мандарины, могу вас туда привезти, собирать их там, мне нахрен не нужны, и спичный коробок стоит 500 рублей, у меня, говорит, плантация, это я, когда приезжать, так у него один куст, получается 1100, представляешь, один куст до потолка, ты номер Злаева, не? не, слава богу, ты что, я, блин, когда вышла, я перекрестилась, господи, слава богу, что я никуда не попала, ни в какую историю, потому что, я сижу, и левое слово буду сказать, потому что, он мне, блин, дальше, я им что-то начала про эту работу говорить, ты что, говорит, я про то, она, вообще, никому ничего не говорю, он такой вообще начал, блин, вот, она обратном пути, сейчас, что, я поехала, ну, один чувак прям, меня опять из города забрал, довез до какого-то там отворота, оттуда у меня, короче, какой-то русский, вот, внешность русская, но при этом акцент пипец, даже в Абхазии такого акцента нету, сейчас вырос на Ростове, а сам, типа, местные корни у него, что, мандарины имеет, да? короче, нет, он, а он, блин, наоборот, какой-то полицейский, на себя туда ехал, с бандюганом, обратно ехал с полицейским, я говорю, время-то еще полшестого, он говорит, так ты что, я говорю, четвертый год здесь живу, ты что, не понимаешь, что тут транспорт, не ходит, допоздна, я такая, так понимаю, я говорю, до стопа доеду, ладно, я тебя довезу до дома, представляешь, с полицейским, доезжая до судьбы, он мне, а, как бы до отворота, я не стала говорить, чтобы он туда поехал, потому что он начал меня спрашивать, а сколько у вас там домов, ну, потому что тоже, он боится меня, просто так вести, такая отлевая, все, он взял мой телефон, где-то я тебе позвоню, напишу, все дела, ладно, и что думаешь, кто меня подбирает, вот тут уже до дома доехать, наш сосед, вот этот, как он, вот этот руку курил, он просто, сосед подходит, зачем это, для канала, ты говоришь, так, слушай, что он говорит, это твои додумки, не было, сосед меня, сейчас забирает, и такой мне рассказывает, мы с ним начали говорить, я говорю, может у вас есть какая-то работа, там, стройка, и что, он говорит, мне нужна вообще бригада, типа, ну, не мне, а там кому-то, я говорю, у вас наберут парней, тут полно, кто хочет денег заработать, он говорит, Софья, отмывай это, он такой говорит, да, подтирай, ты что ты, твои штуки, ты должен оттирать, я не она, между прочим, слышишь? да, и вот, и он меня, короче, Софья, по-моему, везде было хорошо, и он меня, короче, ну, везет такое, я говорю, а вы что, не знаете, что для меня, с его манану живу, а это, кто это ты, я говорю, да Максим у меня друг, а у Макси, что ли ты подруга, а что он ко мне не заходит в гости, я говорю, да он это, безработный, хочет нам на работу найти, он такой, ну, говорит, если найдет какую-то работу, ну, по плане стройки, нужна, если будет бригада, то он поможет, я ему сказала, потом, я говорю, что в основном, год планируется, да говорит, русских приедет, человек 20, мы как начнем, бухать, я тут автоматную дробь буду запускать, я говорю, что купили фейерверки, нет, настоящий автомат, нафиг мне эти фейерверки, короче, так вот, и он мне тоже что рассказывает, у нас, а там сами что, ехал русский какой-то, алкаш, короче, он его высаживает и говорит, да вот, я ему нашел дом, короче, за полтора миллиона, он дом тут у нас купил, за полтора миллиона, сам вахтами работает, жену его устроил, я учительницей, он вахтами работает, ребенка мы его пристроили в школу, здесь недалеко, я говорю, что нормально живут, нормально живут, а что, а у меня, я говорю, а вы чем занимаетесь, да что, чем занимаемся, 800 тысяч за лето подняли, я такой, на сдаче, на сдаче жилья, я говорю, я говорю, сколько здесь народ, что ли, да вообще, да хрена, 800 тысяч, я говорю, а дом Надежда, это ваш дом, нет, это моего брата, я говорю, а Надежда, это ваша мама, он говорит, да, я говорю, так это 800 тысяч на всю семью, нет, это только с его дома, да, А, это он свой дом сдаёт. Так он пять номеров там просто простых. А где он одержит за два? Кровать, душу и всё. Вот этот номер, он сейчас пять построит к лету. Он предлагал мне инвестировать. Говорит, инвестировал. Говорит, за лето всё окупится. То есть все бабки вернутся. С плюсом прям. То есть в следующий год уже просто будешь работать просто на прибыль. То есть, понимаешь, те участки, которые по документам не оформлены, не понять, чьи разрушены, их нельзя трогать. А тот, что его, на его территории, он может трогать. У него и сосед тоже сделал, строит. Вот я ему как-то ходил в магазин, помогал там кучу, ну там много кучи было мох, и лопатой скидывал с гаража как бы. И он второй этаж и строит, и там всё, гостиница тоже будет. Здесь гостиница на гостинице будет. Каждый год всё больше. Так летом, понимаешь, тут зной, тут так жалько, тут комары, тут не понять, что творится. Здесь комары, наверное, да, потому что я заметила, что очень много этих штук, от комаров, и здесь влажность большая. Ой, свет погас. Ага, выключили. Что у нас обычно делать? Ну не он, наверное, семья его поднялась, дома Надежды 3 миллиона. Как? Они тут поднять термок. Сколько не сдают комнату? Ну даже не сдают там, я не знаю, на неделю. И с недели получают. Нам ничего прикидывать, тебе сказали чистую выручку. Ну вот, друзья, вот такой вот у нас получился рассказ вот от Машеньки, вот, вот, так вот она ездит. А я, как я сейчас сидела в салоне, сходу девкам покупать для ногтей всякую хрень. Я такая к ней подхожу, говорю, слушайте, а ты случайно не на дому принимаешь? Она такая, нет, моя подруга. Я говорю, просто я могу бартером, мы можем сделать, чтобы я в салон не ходила, типа это, типа мне ногти твоя подружка может сделать на дому бартером? Она такая, ну надо позвонить туда, и она дала мне номерка. Сейчас тебе дам я. Друзья, бартер, ногти на продвижение инстаграм, я специалист как бы. Вот, не знаю, что делать, кстати, с этим, хочется посвятить себя полностью ютубу. Вот, ну и, конечно, контент такой, который ты мне сейчас наговорила тут. Ай какой, ты вообще понятия имеешь, что могут, я не знаю, что с ним будет. Боюсь, даже выкладывает, ну ладно. я до сих пор в шоке, я когда приехала, в таком шоке была, мне нафиг никакие ногти. А, и еще, кстати, я пришла с поднабережной, я узнала, что совсем другая кафешка, куда все ходят, это, на Ири, это совсем не та, которая у рынка. Помнишь, про которую ты говорил? Ну она не у рынка, я тебе говорил. Которую я говорил, она почти на набережной, она слева от библиотеки. Вот, вообще это не та кафешка, которая главная, которая крутая, про которую все говорят, там классные хачапури, там все классно, в которой Базуев обедал, это вообще не та, где вот эта вот у рынка. Я ее нашла, про которую они имели ввиду. Слушай, ну я ходил вместе с Базуевым и обедал в этой кафешке, а ты мне вот, ну говоришь по своим догадкам. Вы не в ту кафешку ходили? Или он? Нет. Он решил просто сходить в другую кафешку? Я поняла. Нет, он именно сказал, что это именно та кафешка, именно вот она, пожалуйста. Которая кафешку, он мне говорил, эта кафешка даже не в этом месте находится, она находится в начале, в самом Сухума, и там офигенское набережное, там не то, что мы с тобой видели в библиотеке, там набережная вся, всякими штуками заделана, там, может быть, будет Новый год проходить, там офигенское место, может быть, я ошибаюсь, если вот там не гулял, я хочу туда сходить в Новый год с Софьей погулять, вот что я думаю. Хорошо. Ну все, ты на этом что, заканчиваешь рассказ? Да. Что ты хочешь передать моим подписчикам? Ничего. Фу, подписывай здесь на канал, ставьте лайки, давайте денег. Кто хочет поиграть с бандитом? Скидывайте донатики, друзья, потому что реально вот, ну, работать некогда. Мандарины все собрали, вот, завтра на мяту, едем на сбор мяты, очередной контент, постараюсь снять небольшую. Батя! Да, Любовь, что ты говори? Такая попрыгалка. Вот, со светом, как вы видите, такие вот эти передряги, кроссовки на Алиэкспресс, вот, два дня, или сколько, один день, и слезла краска. Вот, в следующем, в одном из следующих видео, расскажу вам, как можно отспорить, но, как видите, лучше с Алиэкспресс, даже в некоторых случаях, не сцепываться, потому что, отспариваешь, реально, тратишь время, покупаешь некачественное, да, и, ну, опять же, тратишь время. Это не стоит тех денег, проще заработать. Кроссовки такого качества стоят 500 рублей, наверное. Ну, не все есть. В сухуме они также будут стоить, такого же качества, и будут также полтора, отставить. Мы заплатили за них 1400 рублей, и он не был. И еще и обсудить, если не прошу, ну, ладно, это все уже не по делу, все, друзья, всем пока.